Компьютер и спорт для многих вещи несовместимы, но только не для героев нашего следующего сюжета. Они участники всероссийских соревнований по спортивному программированию. В Воронеж съехалось больше полусотни команд. 30 состязаются на так называемой продуктовой площадке, 27 на алгоритмической. А что это такое, постарается объяснить Никита Селезнев. Две площадки, два дня соревнований и более 300 молодых и перспективных айтишников. Всероссийские состязания по спортивному программированию проводятся впервые. Для большинства это терра-инкогнито. Но тем, кто профессионально занимается цифровыми технологиями, здесь все знакомо и понятно. Например, хакатон или продуктовое программирование. Его можно сравнить с забегом на длинную дистанцию. Цель – разработать платформу, которая объединит российских айтишников и позволит приглашать их на соревнования. На все про все 36 часов, причем без перерыва на сон. Каждый участник за что-то ответственный. Я ответственный за Java-разработку. Я буду много чего там делать. У нас есть человек, который будет делать сервер и человек, который будет делать андроид-приложение. И поэтому вся работа, грубо говоря, разбита на три блока. Но там уже, когда будем работать на месте, мы уже, мне кажется, будем кооперировать, а плюс-минус. А это вторая площадка соревнований. Условия здесь помягче. Участникам выделяется пять часов на решение заданий с помощью программного кода. В условиях сразу указано, за сколько времени алгоритм должен сделать определенные вычисления. После создания кода он проходит проверку на четырех судейских компьютеров. Если хоть на одном из них с алгоритмом начинаются проблемы, или, как тут говорят, лаги, то система уходит на второй круг, как в биатлоне. И так до тех пор, пока задача не будет выполнена. Например, в комнате находится энное количество предметов для туризма. И, соответственно, две категории – вес и полезность. Напишите такую задачу, которая соберет рюкзак весом 20 кг с максимально оптимальным набором вещей для похода. И ребята пишут такой код, чтобы потом судейский компьютер закидывает туда, например, тысячи вещей. И за три с половиной секунды эта программа должна посчитать самый оптимальный размер и перечень этих вещей для туристического похода в рюкзаке. География участников соревнований впечатляет. 32 вуза из 24 регионов, в том числе из столицы Черноземья. Причем наши программисты показывают очень хорошие результаты. Конечно, Воронежской области еще далеко до Кремниевой долины, но надежды все-таки есть. Мы всегда говорим о важности тех направлений, которые являются двигателями, драйверами развития. Вот как раз IT-направление является одним из серьезных драйверов. И это является одной из приоритетных отраслей, в том числе и Воронежской области. Когда мы на Воронежской земле встречаем и принимаем, и организуем такие чемпионаты для будущих лидеров собственных бизнесов, для будущих лидеров крупных государственных корпораций российских, для нас это на самом деле очень серьезно. На развитие сферы IT сейчас сделана серьезная ставка, причем на общероссийском уровне. Почти во всех регионах уже открыты собственные федерации спортивного программирования. Их цель – вырастить высококлассных айтишников. Задача государства – сделать так, чтобы они остались в своей стране, которые сейчас нужны, как никогда.